В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Недолго катался в Самаре задержали вооруженного автоугонщика. Морозы не страшны, общественный транспорт Самары готовят к зиме. Триумфальное выступление. Самарский театр вернулся с фестиваля в Америке. Пьяный автоугонщик не уехал далеко. По горячим следам в Самаре задержали подозреваемого в вооруженном нападении на таксиста и краже машины. Все произошло средь бела дня. В Кировском районе найти предполагаемого разбойника помогли свидетели. Два нетрезвых мужчины сели в машину в микрорайоне Крутые ключи, вспоминает таксист Илья. Когда проезжали один из торговых центров на московском шоссе, один из пассажиров достал нож. Один из пассажиров, который сидел сзади, переставил нож в гору и угрожал зарезать, если я не отдам автомобиль. Я вышел из транспортного средства и преступник угнал транспортное средство. Таксист отделался легким испугом и не растерялся. Остановил проезжающий экипаж ДПС. Инспекторы сообщили о происшествии в дежурную часть. Оперативники сработали быстро. Установили свидетелей произошедшего. Установили, в какую сторону уехала машина. Значит, начали отрабатывать этот квадрат, эту местность. После чего, значит, обнаружили похищенную автомашину. Она уже стояла без государственных номеров. Начали обследовать территорию и задержали. Подозреваемый в грабеже – житель Самары. Ему 38 лет. Он уже был судим за убийство и незаконное хранение оружия. И вот пошел на новое преступление. Причем изрядно навеселе. Я шарахнул его, машину отобрал у него и бросил его. Так а с какой цель отобрали-то? Да ни с какие. Я что... Просто бросил. Просто бросил? Машину, да. А вы что, много пили-то сегодня? Сегодня, да. Сколько? Литра полтора выпил. Водки? Да. Один? Да. Какое наказание теперь грозит подозреваемому, установит суд. Автомобиль вернут владельцу. С машины хоть и успели снять регистрационные номера, сам транспорт не пострадал. Олеся Корецкая, Марина Кравцова, События. Сколько градусов в салоне уже через месяц? Этот вопрос будет волновать сотни тысяч пассажиров трамваев, троллейбусов и автобусов. К зиме общественный транспорт начали готовить еще летом. В первую очередь, внимание к отоплению. Сколько печек будут греть самарцев в новых автобусах? И что делает на рельсах снегоочиститель 32-го года выпуска, узнала Марина Кравцова. В кабине нового автобуса и зимой, как в теплом офисе, за рулем водитель Денис Чиненков проводит по 10 часов в день. Комфорт необходим. Отдельная кабина, подогрев сидения и даже в мороз дополнительно утепляться не приходится. Термос с горячим чаем. Единственное. У нас есть водители, которые ездят зимой в куртках. Мне лично неудобно. Я стараюсь как-то, чтобы больше комфорта было, легче как-то за рулем сидеть. Ну, то есть без курток, без всего такого. Без шапки. Готовить автобусы к холодам начали еще летом. Проверили исправность отопителей, устранили все недочеты. Согреть своим теплом замерзших на улице Самарцев готовы три с лишним сотни муниципальных автобусов, в том числе новички. Лиазы на газомоторном топливе, которые пополнили автопарк за два года. Они уже доказали свою морозоустойчивость прошлой зимой. Вот оно, одно из самых теплых мест в автобусе. Теперь знаю, куда присаживаться, если сильно замерзло. Именно под этим сиденьем расположена печка. Всего таких отопительных приборов в автобусе пять. Водитель может включить две, три или сразу все пять печек. В любом случае, в салоне должно быть комфортно и регулирует температуру, в том числе в зависимости от просьб пассажиров. Не обогревать улицу и экономить топливо – задача, которую решили за счет улучшения герметизации дверей. Завод разработал новую конструкцию дверей с уплотнителями. Потери тепла в этих автобусах вообще минимальные. Утеплились, но не переобулись. У автобусов шины все погодные. Налец на дорогах им не помеха. А вот в трамвайно-троллейбусном управлении к снегам готовили не только транспорт, но и рельсы. Для них зима – непростое испытание. Чтобы стрелки всегда переводились плавно и не примерзли, их подогревают специальными установками, вмонтированными в пути. Встретить обильные снегопады во все оружия готовы 19 специальных снегочистителей. Самый уважаемый из них – снегочиститель номер 6, 1932 года выпуска. До сих пор в строю, а точнее на рельсах. Выезжает нечасто, но он такой один – тяжеловес. При длительных снегопадах прокладывает дорогу более молодой техники. Когда снег утрамбованный, его надо пройти каким-то мощным экскаватором, грейдером. У нас есть такой грейдер на трамвайной тяге, на электрической тяге. Но это пользуется редко, потому что снегочистители справляют свои задачи, потому что мы не допускаем такой ситуации, чтобы снег был утрамбованный. Есть и спецтехника, которая готова колоть лед на рельсах. С таким набором ситуация, когда весь транспорт встал, как зимой 2008-го, повториться не должна, сколько бы снега не выпало. О тепле в трамваях и троллейбусах тоже позаботились. В этом году купили 20 новых трамваев и столько же троллейбусов. В них есть система теплоконтроля, которая автоматически поддерживает нужную температуру. А старые вагоны дополнительно оснастили тепловыми пушками. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Что нужно для уюта и комфорта в маленьком дворике в старой части Самары? В 21 веке асфальт, уверены жители. Два десятка лет в дворе на улице Комсомольской не ремонтировали дорогу. С просьбой положить новый асфальт самарцы обратились к депутатам городской думы и районным властям. Выяснилось, что яма грехи, давно ушедшей с рынка, управляющей компанией «Альтернатива». Как решили проблему, увидел наш корреспондент. За 20 лет асфальт в этом дворе на Комсомольской не обновляли ни разу, делятся жители. А несколько лет назад тогда еще существовавшая управляющая компания «Альтернатива» рядом с домом разрыла яму. Ремонтировали трубы. Вновь асфальтировать участок не стали. И грязи во дворе было в избытке. С просьбой поменять временные заплатки на новое покрытие жители обратились к депутатам и в администрацию района. Как только во двор заехала машина с горячим асфальтом, соседи вышли проконтролировать долгожданный ремонт, чтобы на этот раз все сделали на совесть. Рабочие равняют материал по всей площади двора. Такой участок в Самарском районе не единственный. Эти работы у нас в приоритете, поскольку уже с 2015 года жителям приходится жить не совсем в комфортных условиях. Поэтому в приоритетном порядке мы эти дворы рассмотрели и под асфальтировку спланировали. В этом году мы закрываем полностью проблемы «Альтернатива», а в следующем году уже будем точечно решать проблемы конкретных дворов. В Самарском районе в этом году отремонтировали около 3000 квадратных метров дорог в 22 дворах. Это и ямочный ремонт, и восстановление полотна картами. Сегодня, когда у нас есть райсоветы, когда есть у нас такое количество депутатов, мы видим то, что работа действительно идет. Каждое обращение мы отрабатываем совместно с администрацией Самарского района, которая активно включается, то, что в работу, нас поддерживают. Всего же в Самаре в этом году в порядок привели 72 внутриквартальных проезда. Площадь отремонтированных дорог во дворах превысила 150 тысяч квадратных метров. Сергей Кизоркин, Марина Кравцова, Константин Головин. События. Пока еще не в армии. Самарским школьникам рассказали, что их ждет после получения повестки. Солдатские будни ребят не испугали, а даже наоборот заинтриговали. И многие решили сначала в армию, а уж потом за высшим образованием. На дне призывника в школе побывала и Марина Матвейшина. Круче Джеки Чана и Ван Дамма. Простые самарские парни покорили сердца школьников, показав боевые приемы. Мне это очень понравилось, и я бы тоже хотел так же уметь. А зачем? Ну, это полезно, потому что это хорошие навыки. Это опыт, который может пригодиться нам, если, не дай бог, случится такая ситуация, начнется война. В день призывника в 149-й школе можно не только посмотреть, но и ощутить тяжесть настоящего пулемета в своих руках. Старшеклассники с интересом знакомятся с предметами военного дела и рассуждают о службе в армии. Сейчас нужно обязательно служить в армии. Можно научиться чему-то полезному. И, как говорил даже генерал Баранов, то стать настоящим мужчиной. Я думаю, что через это должен пройти каждый. Я хотел бы служить в разведке. Акции «День призывника» в промышленном районе проходят каждый год. Старшеклассникам рассказывают о предстоящей службе и готовят к армейским будням через песни, танцы, а также рассказы настоящих военных. Мы тоже учили и воспитывали мои хорошие наставники. Я стал серьезным, взрослым человеком и зашел до уровня командующего. И я не жалею, что я служил в армии 45 лет и выполнял свои обязанности, свой, так скажем, воинский долг. Я так, во всяком случае, считаю, как мне позволяла и сила воли, здоровье и профессиональная подготовка. Я тоже отслужила в вооруженных силах. Тоже, как говорится, достигла каких-то своих, может быть, небольших, как Александр Иванович, но, может быть, звезд. Закончила я службу служить в боевой подготовке штаба Центрального военного округа. Первая женщина в истории. После армии сильных и крепких духом людей ждут в рядах полиции, МЧС и службы спасателей. А пока школьникам предлагают попробовать солдатскую кашу. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Далее, коротко о других темах дня. Бессмысленная резня в Новокуйбышевске. В одной из квартир в доме по улице Победа найдены жестоко убитые 43-летняя женщина и ее 16-летний сын. На их телах обнаружены многочисленные рубленные колты, резанные раны головы и туловища. Заведено уголовное дело. В настоящее время следствие устанавливает мотивы преступления и лиц, причастных к его совершению, а также очевидцев и возможных свидетелей. Около придорожного кафе под Самарой оперативники ФСБ нашли врезку, через которую слили нефти на 5 миллионов рублей. В ночь 26 на 27 сентября были задержаны 7 человек, подозреваемых в краже горючего и 2 автомобиля с цистернами. По данным ФСБ, черное золото сливали из магистрального нефтепровода Альметьевск-Уйбышев-2, а затем продавали по поддельным документам на нефтебазы Самарской области и соседних регионов. Решением суда часть подозреваемых уже арестована. Паромная переправа из Самары до Рождествено продлила свою работу до 14 ноября. Это связано с благоприятной погодой и большим спросом как со стороны пассажиров, так и со стороны компаний, перевозящих грузы. Речные суда до Рождествено отправляются от Октябрьского спуска. На День народного единства в Самаре выступит танцующая техника. Праздник пройдет на центральной площади города, площади имени Куйбышева. Центральным событием дня станет уникальная выставка, посвященная достижениям аграриев, собравших в этом году рекордный за последние 15 лет урожай. А на полдень запланировано уникальное представление танцующей техники, когда многотонные машины вместе с людьми закружатся в едином ритме. У маленьких театров большие возможности. Один из молодых и небольших творческих коллективов сам доктор Чехов вернулся из поездки в США, где проходил театральный фестиваль «Теннесси Уильямсан». Из путешествий актеры привезли незабываемые впечатления и мечту создать в Самаре подобный фестиваль. С приездом домой коллектив театра поздравила Марианна Мирная. Проблем не было вообще, признается коллектив театра сам доктор Чехов, вернувшийся из Америки с фестиваля «Теннесси Уильямса». Возили свою версию по Юджину Нило «Танго Кристи». И это первый русский театр, выступавший на фестивале. Фурор произвели такой, что даже сами удивились. Там они испытывали вот этот актерский триумф. Но я не знаю, я там больше 30 лет проработала в театре, не могу сказать, было ли у меня в моей актерской жизни такое, что я шла по улице, а мне с другой стороны кричали, о, это же вы, Россия, Самара, это же там доктор Чехов, ну кто как там, «Танго Кристи». И они приходили в кафе, им кричали, идемте к нам, садись. В городе Провинстаун, недалеко от Бостона, коренных жителей всего-то полторы тысячи человек. Но на театральный фестиваль приезжают около 50 тысяч поклонников искусства. И винтажный городок превращается в праздник творчества. Атмосфера абсолютной вечеринки, такой перманентной вечеринки, такой праздник, постоянные пляжи, все что угодно, магазины, люди, собаки. Все улыбаются, здороваются. То есть такая, ну, абсолютный курорт, и это ощущение, ощущение также распространяется на весь фестиваль. Отыграв четыре спектакля за границей, сам доктор Чехов приступил к репетициям. В ноябре должна состояться премьера очередного спектакля, какого пока остается секретом. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. А вот что вы увидите в наших следующих выпусках. Все о женском здоровье. Ведущая телеканала «Самара ГИС», автор программы «Здоровье» Инесса Панченко, стала победителем всероссийского конкурса. Как работает оборонка в рамках депутатской недели в Самаре с официальным визитом генерал-полковник Владимир Шаманов. Совместными усилиями молодежь Самары будет планировать свое будущее вместе с городскими властями. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин